Как прошла ваша последняя тренировка? Было ощущение, что уже еле-еле катаетесь, или все-таки был еще запасный отбив? Ой, сегодня вообще, мне кажется, у меня было столько энергии, если честно, потому что я была настолько счастливая, что вот, наконец-то этот день подошел вот сюда, вот прям, мы катали программу, которая нам с вами очень нравится, вот, заводствием сегодня провели и тренировку, и прогон, и выступление, короче, все прошло. Благодаря Вике, честно говоря, если бы не она. Ну, все здорово, и супер, и спасибо Первому каналу, и всем людям, которые помогают нам. Мне помогает больше всего Викторая Александровна, потому что она всегда рядом, и независимо от того, куда я отвожу своих детей, и в школу, и в тренировку, она меня ждет, и мы катаемся, терпеливо вымучиваем каждый элемент, который не всегда хорошо получается у меня, к сожалению. Да все нормально получается. Это она сейчас вам так говорит. Не рассказывай. Обычно иногда кнут у нас, ну, все супер. Иногда кнут, иногда пряник. Все супер, поэтому это самый лучший проект, самая лучшая компания, которая собралась здесь, и мы получали удовольствие на протяжении полугода. Чем себя наградите после окончания проекта? К сожалению, работой, а может, к счастью, работой. Ты моя откровенная. Ну, к счастью же, работой. Ну, потому что некогда отдыхать, нужно только работать. Ну, я лично так считаю. Конечно, очень хочется съесть отдохнуть, но пока что не до этого, вот. У меня лично так. Ну, Вика лукавит, на самом деле. Она хочет отдохнуть и поэт отдыхать по елкам, будет доставлять удовольствие всем тем людям, которые будут приходить смотреть на нее и на ее красоту, на Никиту Кацалапова, на ее прекрасного мужа. И я думаю, что это будут самые счастливые дни в ее жизни. А для нас мы будем наслаждаться их выступлениями и получать тоже удовольствие от каждого проката. Какой сложный и переломный момент случился на проекте, как справились? Ну, наверное, это середина, да, проекта, когда времени все становилось все меньше и меньше на постановке, вот. И приходилось, как-то, не знаю, брать себя в руки, да, и несмотря ни на что ставить программу, переходить через какие-то там неудобства, трудности, вот. Ну, в принципе, мы с вами легко это прошли и даже я сильно особо не почувствовала. Да нет, ну все здорово, опять же, ну мы максималисты и я в прошлом спортсмен, Вика в настоящем спортсмен. И хотелось, конечно, все сделать идеально. И даже элементарно после, допустим, связку мы собрали, надо ее повторить там раз-два. Мы повторяем один, два, три, пять, десять. Раз-пятнадцать минимум. И понятно, что это не может пройти беспоследно. Конечно, у меня спина безумно болит. В Вике, я не знаю, только может душа болит от того, что у меня не все ничего и получается. Но в целом мы бы терпим, точнее она терпит меня и вроде бы все получается. Следите за соревнованиями по погодному катанию? К сожалению, кстати, я немножко ушла сильно с головой в ледниковый период. И не могу сказать, что я знаю, что есть соревнования, да, сейчас идут. Но прям, чтобы смотреть и следить за местами, я уже чуть-чуть не следилась. Это прям международный турнир или про внутрироссийский? Это российские этапы гран-бри. У меня есть обязательства, поэтому работаю в Ангел от Плющенко. У меня есть детишки, ребятишки, уже девушки, можно сказать, мальчишки, за которыми я слежу. Они трудятся. Ну, хочется, чтобы наконец-то наши спортсмены выступали на международной арене. И в итоге все эти разногласия, которые есть между международным союзом конькобежцев и нашей страной закончились. И наши лучшие, сильнейшие спортсмены выступали на международных соревнованиях. От этого выиграем не только мы, это выигрывает весь мир. Получаю удовольствие, как катаются такие великолепные фигуристы, как Виктория Синицына и ее последователи. Все, спасибо большое. Спасибо вам.